МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Концлагерь. Тысячи мирных жителей, зверски убитых фашистами. Историки сравнивают его со Свенцимом и Бухенвальдом. Крым. Наши дни. Собранные по крупицам воспоминания выживших. Страницы в книгах и строительство масштабного мемориального комплекса на месте бывшего концлагеря. Этой теме мы посвящаем наш сегодняшний эфир. И традиционно мы пригласили гостей в нашу студию. Сейчас мы их представим. Итак, у нас сегодня в гостях Светлана Борисовна Савченко, председатель комитета Госсовета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия. Олег Романько, профессор кафедры культурологии, философии социально-гуманитарных наук Крымского государственного медицинского университета имени Георгиевского. Виталий Уваров, директор предприятия «Южный город». Сергей Киселев, кандидат филологических наук, доцент кафедры экономической и социальной географии и территориального управления Таврического национального университета имени Гернацкого. Вячеслав Зарубин, заместитель председателя Государственного комитета Республики Крым по охране культурного наследия. Андрей Мальгин, директор Центрального музея Таврида. Господа, и у нас традиционно есть интерактив. Мы придумали вопросик для наших телезрителей. Итак, создание мемориального комплекса на месте совхоза «Красный». Что это? Это день памяти узникам концлагеря, коммерческий проект или же пустая трата денег. Вы можете выбрать любой ответ. В конце мы подведем итоги, как обычно. И прежде чем начать беседу, первый вопрос к вам, Светлана Борисовна. Создание этого проекта, мемориального комплекса, обсуждалось уже очень давно. И вот, наконец-таки, оно воплощается в жизнь. Как вы считаете, это единственный такой вот грандиозный, масштабный проект, посвященный Великой Отечественной войне в Крыму? Добрый вечер студию, добрый вечер нашим телезрителям. Если говорить о масштабных проектах, ну, честно говоря, даже здесь слово «проект», ну, разве что только в смысле стройки можно говорить. В Крыму, если мы будем говорить о Республике Крым, то, наверное, да, пожалуй, это первый вот такой комплексный мемориальный объект, если можно так сказать. Вообще, конечно, большой мемориальный комплекс это 35-я батарея в городе Севастополе. То есть вот по, скажем, по каким-то определенным параметрам их можно сравнивать, потому что примерно одни и те же задачи будут выполнять и выполняют. Вот, допустим, сейчас уже 35-я батарея и вот наш мемориальный комплекс в совхозе «Красный». Строительство началось 3 сентября этого года. Это уже часть работ идет, ведется. В принципе, идем более-менее по графику проведения этих работ. И строительство, скажем так, первой части, оно где-то будет вот в апреле месяце 2015 года, к 70-летию Победы. Это небольшая такая ремарочка непосредственно о самом проекте. У нас есть подготовленная информационно-историческая справка непосредственно о том месте, на котором планируют возводить и уже начинают работы по возведению этого мемориального комплекса. Я предлагаю посмотреть материал. Симферопольский район, село Мирное, бывший концлагерь «Красный». С этими местами связана одна из самых трагических крымских страниц Великой Отечественной войны. С марта 42-го по апрель 44-го в деревянных бараках лагеря смерти, от которых сегодня не осталось даже щепок, 20 тысяч человек встретились лицом к лицу с мучениями и жестокой расправой. Партизаны и подпольщики, их родные, близкие, друзья, все, кого подозревали в нелояльности к оккупантам. Даже дети сотнями, тысячами их расстреливали, вешали, забивали насмерть, закапывали живьем в огромных ямах-колодцах. Каждую секунду мы ждали смерти, вспоминают те, кому удалось остаться в живых. Каждый день кого-то увозили, и назад уже никто не возвращался. Трудно это было осознавать. Вчера ты общался с человеком, а сегодня его уже нет. Каждый ждал своей очереди на фабрике смерти. О масштабах зверств красным жители Симферополя узнали только после освобождения города. Об убийствах и казнях знали все. Но никто не догадывался, что жертв так много – десятки тысяч. В последний месяц перед освобождением Симферополя здесь почти без перерыва уничтожали людей. Вокруг концлагеря выкопали больше двух десятков огромных ям-колодцев. В них сбрасывали трупы, а порой еще живых узников. В апреле 44-го ямы пробовали раскопать, но сразу же пришлось засыпать. Ужасный смрад от разлагающихся человеческих тел разносился на километры. Перезахоронили погибших только в 70-е. Существование концлагеря «Красный» официально признано Германией. Он включен в международный реестр фабрик смерти наряду с Бухенвальдом и Дахау. Честно говоря, перед программой мы с коллегой обсуждали эту тему. И вспоминая школьные годы и студенчество, мы пришли к выводу, что ни Оксана, ни я не сталкивались. В принципе, нам на уроках истории не говорили об этой теме. И хотелось бы услышать мнение историка непосредственно. Почему, по крайней мере, в нашу бытность обошли эту тему стороной? Олег Валентинович. Ну, я бы не сказал, что вообще эту тему не обсуждали. Возможно, просто в школе об этом не говорили. Но не надо забывать, что было три судебных процесса по делу охранников этого концлагеря. И, например, второй судебный процесс, который в 1971 году был, получил очень широкий резонанс, если не ошибаюсь, в Доме культуры. Он проходил в Симферополе. Другое дело, что, наверное, школьников просто старались этим не перегружать лишний раз. Я, честно говоря, сам не помню, чтобы, когда я учился, мне рассказывали о концлагерях, какие-то подробности в школе. Но я тоже для себя не могу найти ответа, почему именно концлагерь в совхозе Красный не получил такой мемориализации в советское время. Были какие-то памятники местного значения. Но вот такое, как сейчас происходит, в советское время почему-то не было. Трудно сказать. Не знаю, однозначного ответа на это нет. Нет, мне кажется, что-то было связано с политикой вполне возможно, потому что не все так однозначно было в истории этого концлагеря. Я думаю, вот мои коллеги, которые занимались этим делом в архивах, более подробно об этом скажут. Но вот, как мне кажется, что-то видно там, вот кого-то не устраивало из власти мучих того времени, что вот в этом концлагере. Боялись чего-то. Вполне возможно там вызвать какие-то трения, да, межнациональные и так далее. Ну, вернемся в наши дни, когда уже действительно на носу строительство, окончание строительных работ этого комплекса. Он будет презентован к 70-летию Победы, как вы уже сказали в самом начале. Реально ли успеть в срок вообще? Не отразится ли эта спешка вот на качестве работ? Как вы считаете, Слава Борисовна? Я думаю, что это вполне реально, потому что, ну, реалистичные ставились вот эти планы графики. Конечно, трудности есть. Трудности есть, что еще и в том числе, потому что сам-то мемориальный комплекс, он задумывался еще в другой системе, даже в другой системе, скажем, денежных единиц, да. И сейчас переводить все это и работать, скажем, с какими-то вот фирмами, предприятиями, сейчас достаточно сложно, потому что, ну, как бы некоторые из них уже за границей, например, да. Но очень реально, и мы надеемся на это. Но я почему говорю? Мы говорим о первой части, о той части, где уже стоит памятник. И я хочу сказать, что я хочу сказать большое спасибо проектировщикам нашим, что они сохранили вот этот вот исторический памятник, который был поставлен в 70-е годы. Потому что, знаете, вот мне кажется, самое главное вот и в комплексе, да, в этом, это его назначение не только как увековечивание памяти жертв мирных жителей, но это еще очень важно по тому вот эмоциональному и воспитательному значению, которое он будет иметь. И чтобы, конечно, вот, да, вопрос есть в том, почему тогда так этим не занимались, да. Может быть, да. Но не осталось это незамеченным. Была народная стройка, были добровольцы, которые строили этот памятник, которые вложили туда свою часть своей души, часть своего энтузиазма. Это очень важно. Вы знаете, и сейчас, говоря об этом комплексе, мне тоже кажется, что, да, он будет построен, построен за бюджетные деньги. И бюджет его там 97 с небольшим миллионами, 97 с половиной миллионов. Я это специально говорю, потому что начали перевирать слова, количество денег и всего остального. Я еще раз это подчеркиваю. Но мне кажется, после того, как он будет построен, все равно нужно. Мы вот планируем, что там будет научно-поисковый центр, который будет связан именно с поиском вот жертв и вообще с оккупационным режимом в Крыму. Мы о нем немножко скажем уже договорились. А то вы пройдете уже по всему нашему сценарию. Простите, пожалуйста. Но я что хочу сказать. Мне кажется, все равно должны быть какие-то добровольные пожертвования на этот комплекс. Потому что жертва, человек будет причастен к этому. Уйдем от темы финансирования. Вернемся к затронутой вами же темы проектирования. Непосредственно с какими сложностями пришлось столкнуться уже при начале строительных работ и непосредственно при самом проектировании? Ну, при самом проектировании мы, конечно, опирались на задание на проектирование. И, собственно, сохранение существующего обелиска – это и было заданием на проектирование. Потому что не все заслуги здесь наши. Но, тем не менее, мы его сохранили. Как бы попытались разработать максимально по заданию для проектирования весь комплекс. И попытались вернуть некоторые элементы исторические этого мемориала. Такие как колодцы. Обозначение знаки над колодцами смерти. Их там 9. И табличка на обелиске. Ну, основные сложности, конечно, при проектировании, наверное, все-таки это выразительность этого мемориала. Для того, чтобы и об этом было сказано не один раз на собраниях. Чтобы выразительность этого мемориала была настолько впечатляющей, чтобы люди, попадающие туда сразу, понимали, насколько здесь происходили тяжелые события в то время. Для этого мы попытались разместить, предложили несколько скульптур, памятников. Основная, которая находится возле музея, напротив входа. Большая скульптура, 6,5 метров. И еще две поменьше скульптуры на территории также. Вы как проектировщик можете говорить о том, что будущий комплекс будет даже более масштабным, внушительным, чем, допустим, 35-я батарея этажа? Нет, но об этом сложно, конечно, говорить. Такого вряд ли получится, потому что все-таки 35-я батарея масштаб имеет в 10 раз больше практически. И это сложно переплюнуть на такой маленькой территории. Но мы постарались сделать все возможное от нас зависящее. Мы чуть позже посмотрим обязательно ролик, где в 3D-модели показано... Прогуляемся по музею. Да, да, прогуляемся вот уже по музею. Есть еще один важный такой момент при строительстве. И мы знаем о том, что наверняка там остались в земле и останки, и какие-то предметы быта. Учитываются ли вот эти археологические нормы, скажем так, при строительстве этого комплекса? Вот у нас есть Числав Георгиевич. Возможно, вы знаете ответ. Знаю, конечно. Я, Светлана Борисовна, не упомянул. Мы бываем там каждую неделю по понедельникам на объекте. Видим, как проходит строительство. В наших глазах это все делается. Я хочу обратить внимание, что в данном случае выполняется постановление еще Верховного Совета Крыма. Я помню Олега Радивилова, Сергея Павловича Цекова, нынешнего сенатора, которые, скажем так, в лучшем случае, в лучшем значении этого слова, лоббировали данный проект. Владимир Владимирович Константинов там регулярно бывает. Поэтому мемориал, строительство мемориала находится под польным контролем, в том числе и лично меня. Я хотел бы обратить внимание на несколько еще аспектов. Правильно начал говорить эту тему мой коллега Олег Романько по истории мемориала. Я, кстати, в школе знал о совхозе Красном, потому что учился в младших классах, когда проходил знаменитый процесс, о котором было сказано. Об этом очень подробно рассказывали. Газета Крымская правда печатала огромные репортажи. Эта газета есть в архиве. Но, столкнувшись непосредственно с мемориалом, оказалось, что масса прорех в истории вообще самого этого места. К сожалению, не может участвовать в нашей передаче Владимир Николаевич Гуркович по состоянию здоровья. Дай бог ему здоровье принес операцию. Он бы рассказал подробнее о всей этой истории, вот изучение. Смотрите, сразу же после решения нашего представительного органа автономии возникло, вброшено было в средства массовой информации, что жертвы не те. Что это не жертвы фашистского, так сказать, террора. Давайте уж говорить, что это жертвы НКВД. Что там был довоенный концлагерь, где расстреливали всех, кого ни попадя. И вот мы сейчас пытаемся вот этим вот мемориалом скрыть историческую правду. Давайте сразу об этом скажем на нашей передаче. Откровенно. Есть в Крыму несколько человек, кто активно вбрасывает, не ссылаясь ни на какие документы. Просто как версию. Я скажу про себе. Я 8 лет поработал на территории Мирновского сельского совета. И в свои годы застал еще тех людей, кто был очевидцами происходящего. Не было концентрационного лагеря на этом месте. Было имение до революции Караима-Пастака. Был совхоз, сначала Каракияд, потом Красный. Был Крымско-Татарский детский дом. Была колония для трудновоспитуемых. Выпускники которой, не колонии даже, а своеобразного такого дома, которые направлялись для работы в этот самый совхоз. Были птичники. Была территория, огороженная вот этих птичников, которыми потом воспользовались фашистские оккупанты. Кстати, некоторые из тех довоенных зданий там сохранились. Еще я хотел сказать о послевоенном периоде. Понимаете, что получилось? Совхоз был возрожден. Совхоз Дзержинского. И, может быть, одна из причин, почему это место не меморализовывалось, там находились буквально рядом, плотную почти, вплоть до места сожжения тела узников в концлагере, вот эти самые птичники. То есть территория хозяйственно использовалась. Вот, может быть, одна из причин, хотя Олег Валентинович тоже сказал интересную версию, я не исключаю этой версии. Поэтому давайте об этом тоже откровенно говорить. Вопросов очень много. Мы сейчас прямо вот по ходу строительства устанавливаем историю. Подключили и госархив, и сотрудничаем с Федеральной службой безопасности по ряду моментов. Тут присутствует Галина Николаевна Гжибовская, которая может рассказать о данной. Павел Игоревич, раз уж вы подвели уже, да, вы выполняемые работы, вы уже подвели. Да, она расскажет о свой материал, как раз по этим вопросам. Мы знаем, что вы планируете выпустить книгу, да, на каком этапе находится подготовка. Ну, немножко, несколько слов. Я так поняла, что из присутствующих я одна именно лично присутствовала на одном из процессов в 1973 году. Я как раз пришла работать в музей краеведческий. И пошла туда вместе с Владимиром Николаевичем Гурковичем. Ему очень понравилась моя экскурсия, которую я вела. Но он говорит, ты многого не знаешь. И повел ты меня на этот процесс. Я, знаете, словами не передашь, что я чувствовала. Потому что я извинилась при Владимире Николаевичем и даже не досидела до конца, потому что мне было просто плохо. И после этого процесса я несколько дней, я не могла войти в зал Великой Отечественной войны в музее и не могла вести экскурсию. Но было даже, не жутко было смотреть на этих трусов презренных, которые были там на суде, которые говорили о том, что их заставили, что вот они стреляли, что они нет. Это было жутко тоже, но жутко было смотреть в зал. Потому что в зале в то время присутствовали родственники, дети, матери, тех людей, которые были, погибли, расстреляны в концлагере «Красный». Вот на них было смотреть невозможно. Понимаете? И сердце разрывалось. И, может быть, поэтому это стало вот такой вот для меня святой темой. И уже несколько лет назад я начала эту тему, решила не написать, конечно, а составить эту книгу и назвать ее не концлагерь «Красный», а назвать ее «Лагерь смерти». И я хочу объяснить, почему. Потому что некоторые историки говорят о том, что есть разница между концлагерем и лагерем смерти. Так и в Википедии нынешней написано. Но время стирает всю эту разницу. И дело в том, что сделала это я по просьбе тех людей, которых я еще знала, с которыми общалась, запоминала их рассказы. Вот они очень просили. И они называли «Лагерь смерти». Кроме этого, вот вчера буквально я держала в руках подлинные документы. Я работала в архиве с документами по концлагерю «Красный». Что меня, конечно, больше всего поразило. Это то, что я посмотрела, там записи делают исследователи, что очень мало исследователей, историков, а я так знаю по своей издательской деятельности, очень мало работало над этой темой. Но, конечно же, там некоторые документы, которые я не знала даже, что они есть, они будут включены в книгу. Так что книга будет называться «Лагерь смерти». И последнее, что я вам зачитаю, почему этот и подтверждаю это документально, если ко мне будут претензии от некоторых, так сказать, исследователей. Значит, в акте от 30 апреля 1944 года о злодеяниях, совершенных немецкими фашистскими захватчиками в Симферополе, написано, комиссии установлено, что все заключенные в лагере, за исключением лиц, которым удалось различными способами вырваться из этого плена, были уничтожены путем расстрела, сжигания, удушения и сбрасывания живыми в колодец. То есть, простите, что я вот так наночь, так сказать, глядя... Галина Николаевна, я целиком разделяю ваши эмоции. Дело в том, что пока готовилась к... Прошу прощения, да, что я вас немножечко... Когда готовилась к эфиру, просто тоже перечитала очень много всего, и в том числе и книгу, к сожалению, не помню автора. И не могла сдержать слез, правда, настолько вот зверски, по-другому не назвать, издевались над людьми, не сдерживала слез и думала о том, что кто пойдет в мемориальный комплекс, это аудитория. Вот насколько для детей будет ли это тяжело, морально, психологически, посещение такого комплекса? Или, в принципе, он рассчитан на достаточно широкий круг? И может из-за такой сложной моральности темы, да, не преподают ее непосредственно уже в школу. Может быть, да, поэтому ее не объясняют школьникам. Ислана Борисовна, как вы считаете, смогут ли школьники? Вы знаете, мне кажется, что комплекс будет для всех. И для детей, и для взрослых, и для пожилых людей. То есть этот комплекс будет для всех. Конечно, для каждого должна быть своя часть программы, да, то есть экскурсии. Того, что, как бы, вот, естественно, вот, соответственно, возрасту, наверное, нужно будет подавать. Это понятно, это совершенно понятно. Но я думаю, что, знаете, на самом деле, вот лучше, наверное, о музее, о комплексе сказал бы Андрей Витальевич Мальгин, потому что как раз вот темами музея самого, да, музея занимается именно вот центральный музей. Мы, Андрею Витальевичу, дадим слово, но, как мы обещали, для начала небольшой экскурс непосредственно по музею, созданному в 3D. Мемориальный комплекс состоит из мемориала памяти с братской могилой и сквера памяти на месте сожжения. Братская могила расположена в центре участка мемориала памяти. Здесь же располагается обелиск и три знака на колодцах смерти. Сквер памяти находится в 500 метрах юго-восточнее братской могилы. Главный ход представляет собой вертикальную стену с проемом в центре, который символизирует горящую свечу. По обе стороны входного элемента расположены две даты – годы существования концлагеря. Мемориальная площадь начинается от главного входа. Здание музея с одной стороны и вечный огонь с другой ограничивают ее. Здание музея облицовано панелями черного дерева, как символ бараков, в которых содержались узники лагеря. Стена музея из черного полированного гранита имеет обратный уклон. На ней нанесены фамилии узников. Перед музеем находится скульптура памятник жертвам концлагеря. По обе стороны вдоль братской могилы проходит аллея, которая ведет к скульптуре ребенка. Вокруг скульптуры ребенка выполнен каменный хаос, символизирующий каторжный труд узника в концлагере. Завершается аллея поминальным колоколом. По периметру основания колокола расположены памятные таблички с записями важных исторических дат. Храм-часовня располагается в стороне от аллеи, имеет строгую рубленную форму под стиль знаков на колодцах смерти Эбелиска. На территории мемориального комплекса установлены памятные знаки на местах ранее существовавших колодцев смерти. Общая ландшафтная идея сквера памяти – центральная площадь, засыпанная серой гранитной крошкой, как символ выжженной земли. В центре площади скульптура человека со связанными за спиной руками. Входная площадь не просматривается снаружи сквера, что придает эффект неожиданности. Мемориальный комплекс обеспечен необходимой инфраструктурой, такой как санузлы, скамейки, теневой навес, парковка для автотранспорта. Субтитры создавал DimaTorzok Какими экспонатами планируют удивлять посетителей музея? Прежде чем ответить на ваш вопрос, я должен вернуться к тому, о чем говорили мои коллеги, а именно к вопросу о том, почему долгое время тема концлагерей вообще, тема жертв фашизма, она как бы выпадала из поля зрения официальной пропаганды советской, послевоенной. Во многом это было связано с проблемой оккупации. Люди, которые пережили оккупацию, на них лежала тень, своеобразная тень, точно так же, как и такая же тень лежала на военнопленных, которых из 8,5 миллионов советских военнослужащих, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, 2 миллиона умерло в плену. И это была тоже закрытая, или полузакрытая тема. И сегодня это люди, которые не погибли, поднимаясь в атаку. Это люди, за смертью которых нет видимого героизма. И только сегодня мы подходим к тому, что наконец-то необходимо увековечить памяти этих людей. Хотя в лагере погибли и подпольщики, и многие партизаны, но в основном жертвами этого лагеря были, там ведь был и лагерь военнопленных рядом, не нужно об этом забывать, там был лагерь для военнопленных, лагерь для гражданских лиц, они находились рядом, их разделяла колючая проволока. И вот сегодня мы приходим к тому, чтобы вспомнить и увековечить этих людей. Вот как это сделать? Это такая большая, в том числе и музееведческая задача, потому что от этих людей не осталось ничего, они были без оружия, там, в изношенной униформе, да, когда их расстреливали, когда их умирали, их хоронили там с расческами в кармане, да, сгнившей обувью, с ложками. Зачастую от этих людей остались только зубы, зубные коронки. Вот это нам предстоит показать. Представляете, понимаете эту задачу? То есть я ее очень хорошо понимаю. Вот как показать все то, что происходило, имея под рукой вот такой материал. И мы поэтому пойдем по пути такого интерактива. Мы расскажем историю этого лагеря, расскажем историю этих людей. И, ну, попытаемся сделать так, чтобы вызвать у посетителей лагеря, посетителей этого музея сопричастность тому, что происходило. Потому что рассказывать об этих страницах гораздо труднее, чем рассказывать о фронтовых подвигах, даже о победах и даже о поражениях войск, которые были. Здесь должен быть выбран другой язык. Во многом нам непривычный. Ну, мы знаем также о том, что помимо музея, на территории, как мы уже упоминали, будет находиться и научно-исследовательский центр. Вот интересно узнать, что он будет из себя представлять. Сергей Николаевич, возможно, вы нам расскажете, что это будет за центр? Я не думаю, что я дам вам квалифицированную справку по исследовательскому центру. Я просто считаю, что такой центр должен изучать период оккупации Крыма во всем его объеме. Это и деятельность оккупационной администрации, это органы оккупационной администрации, это сопротивление подпольщики и партизаны наши героические. Это и различные коллаборационистские образования на территории Крыма. Вы понимаете, я вашу вот такую отстраненность очень хорошо чувствую. Вот, например, я вырос среди тех людей, которые пережили оккупацию. Вот здесь рядышком, буквально 100 метров от телецентра. Мы выросли в этой атмосфере. И вот, как и Галина Николаевна, я тоже присутствовал и слушал вот эту трансляцию. Она была выведена на улицу, и собрались тысячи людей все это слышать. Для вас все это сказание об осаде Трой. Понимаете? А для нас, вот для многих, кто вот жил в ту эпоху, кто коренные симферопольцы, это реальность жизни. И вот то, что мы с вами здесь сидим сегодня, не стали жертвой нацистского террора, который реально существует. Сегодня, на расстоянии 100 километров от Симферополя, это во многом память, наша общая национальная крымская память, которая спасла нас общими нашими всеми усилиями от этой судьбы. И вот такие мальчики, молоденькие и девочки, да, они там были убиты самым зверским, самым немыслимым образом. Их связывали проволокой, бросали, складывали штабеля, жгли их. И их мамы потом рассказывали нам вот о том, как это все происходило. И ближайшее место казни, вот здесь вот рядом, 30 метров отсюда, от этой студии, ближайшее место казни. Вот здесь гестапо, вот там военная разведка и так далее. И когда нам об этом не говорили в школе, да, это не значит, что эта память, она исчезла. Она существует реально. И во многом именно эта память и стала вот тем, скажем так, вдохновляющим на такой гражданский акт, который мы с вами наблюдали в марте этого года. Потому что эта память никуда не деться. А то, что там политики какие играли в игры, вот, это нас абсолютно не касается. Мы это помним, и мы этого никогда не забудем. У этого вопроса три части. Эмоциональная, нравственная и мемориальная. Сергей Николаевич, вот, беря во внимание непосредственно эмоциональную часть, я хотел бы вернуться к вопросу возможности восприятия теми же школьниками информации этого рода. Потому что даже вы говорите, и чувствуется такая тяжелая атмосфера, подходит ком к горлу, это давит, это тяжелые воспоминания тех людей, это в целом тяжелая информация. У нас в студии есть педагог Сергей Александрович Решетов. Вот хотелось бы ваше мнение узнать на эту тему. Способны ли школьники или даже студенты усваивать эту информацию без каких-то излишних давлений на психику? Ну, от подобной информации невозможно воспринимать, без давления на психику. Когда я просматривал часть материалов нашего школьного музея, музея гимназии номер один, давление на мою психику осталось очень мощное, хотя в детстве я жил недалеко от совхоза Красного, на Шахулиной роще, и, в общем-то, знал, что там в годы оккупации был концентрационный лагерь. По большому счету и подавляющее большинство симферопольских школьников знают о том, что на территории Симферополя были два лагеря – Картофельный городок и совхоз Красный. И, наверное, на этом их знание завершается. Очень сложно говорить о том, не будет ли это какой-то психологической травмой для детей. Скорее всего, для некоторых действительно будет. Но я повторяю, что это психологическая травма и для многих взрослых. Потому что нельзя без содрогания читать то, как извлекались трупы из этих страшных колодцев. И когда 13-летняя девочка, ученица нашей школы перед войной, и участница подполья Валентина Григорьевна погибла в объятиях своей матери, это сложно читать даже взрослым. Однако, для чего это все делается, и для чего все это нужно? Для того, чтобы выработать стойкий иммунитет против возрождения в любой форме подобных, не дай бог, подобных вещей, которые, я надеюсь, больше мир никогда не переживет. И для этого, для того, чтобы это не произошло, мы должны, мы обязаны говорить детям то, что было на самом деле. И показывать, наверное, не наверное, а показывать им те зверства, которые могут совершать, в общем-то, нелюди. Над теми, кто до войны или во время войны жил по соседству, жил рядом. Я понимаю, что бойцы сопротивления подпольно-партизанских групп, в том числе и учащиеся нашей школы, которые не завершили свое образование перед войной, знали, на что шли. Но никакими и ничем нельзя оправдать зверства против простых мирных граждан. Спасибо. Раз мы уже заговорили, да, о миральном комплексе, давайте немножко вернемся в нашу все-таки действительность сегодняшнюю. Поговорим о транспортном вопросе, да, потому что сегодня уже многие знают о том, что да, этот комплекс будет открыт, будет открыт в апреле следующего года. Встает вопрос, как туда добираться, как будет ходить транспорт, потому что, мол, существует мнение, что построят, построят, а вот добираться будет тяжело. Туда и сейчас маршрутные, туда и сейчас две маршрутки ходят, 11-й, 89-й, туда можно легко добраться. Оттуда не так, ну, немножко пройти придется от трассы и в Патриархского шоссе, но, в принципе, туда всю жизнь ходил автобус номер 11. Я еще хотел сказать, я же вместе с Сергеем Санчем вместе работали, начинали педагогическую деятельность в Симферопольском районе. Я услышал об этом концлагере, по-моему, во втором или в третьем классе. Вот эти все фотографии, которые периодически мы выставляем, ну как, я до сих пор помню эти фотографии, ну, я не пережил какого-то жесточайшего психологического, не знаю, такого шока, но я получил прививку. Я когда вижу сейчас разрушенный Донецк, Луганск и другие вещи, и страдания мирных жителей, я кое-что понимаю с детства, чтобы меня к этому приучили, ничего со мной плохого не стало, третий или второй класс. Я в школе работал на территории Минуссовета, дети наши на выпускном вечере возили цветы в дубке, они знали, что там было. Я не знаю, знают ли сейчас, но когда я там работал, знали. Не потому, что я такой хороший, потому что это было общее правило, требование и так далее. И думаю, симферопольские школьники в 80-х годах знали бы этих концлагерях. Дальше наша проблема. Кстати, я еще раз подчеркну, вот, может быть, специфику нашего Крыма. Вы знаете, у нас никогда, в общем-то, не забывали об этом. Вы же смотрите, какие программы, вот уже начинался всеми любимый в кавычках Виктор Андреевич. Помните, георализация кого? Наш Верховный Совет принимал увековечение памяти воинов, программа «Найти солдата», братские памятники, могилы. Это же логическая цепочка была построена, и красный вырос из этого. То есть у нас старались не забывать историческую память. Но, знаете, что по красному удивительно? Вот мы с Олегом Валентиновичем заинтересовали, сколько у нас диссертаций защищено за последние лет 10 по оккупационному периоду. Он занимается оккупационным периодом коллаборцанистами. Кто и Сергей Ткаченко, по-моему? Да, авиация. А сколько у нас студентов исторического факультета пишут работы? Я поинтересовался по этому периоду. Один. Один. Почему, как вы думаете? Вот это проблема. И проблема не крымской власти, которая эту тему постоянно будировала. И Совет Министров, и Верховный Совет, и сейчас Государственный Совет. Вот давайте задумаемся над вот этим. Вот мы говорим, там власть не хотела. Хотела, вот власть в последние 10 лет крымская очень хотела, чтобы память осталась об этом. Ну и здесь вот несколько, действительно, две стороны вопроса, да, и плюс еще коллаборационизм. Действительно, и как я уже понимаю, Олег Валентинович, вы в этом специалист, да? Можно и так сказать, да. Итак, тема коллаборационизма, насколько она присутствует непосредственно в Красном? Присутствует в концлагере Красном, с историей концлагеря Красном самым непосредственным образом. Дело в том, что охрану концлагеря осуществлял небезызвестный 152-й батальон вспомогательной полиции порядка. Почему-то его по ошибке называют батальон СД. Ну, батальон этот состоял, ну, в основном, из крымских татар. Поэтому, собственно, вот моя точка зрения вокруг этого лагеря столько инсинуаций, вот особенно последний год. Не надо, конечно, никто не говорит, что в этом батальоне были одни крымские татары. Вот судебный процесс с 1971 года, как раз-таки, там, 5 человек было, из них 2 человека с украинскими фамилиями, как раз-таки. Но основная масса, да, 152-й батальон, это в основном крымско-татарский батальон. И вокруг этого, вот, конечно, вокруг этой болезненной темы, опять-таки, повторюсь, очень много инсинуаций. Вячеслав Георгиевич сказал абсолютно верно, что пытаются эту тему утопить, нивелировать, да, определенные круги, ну, уже можно, да, говорить об этом, я думаю, это исходит от Меджлиса, небезызвестного исходила. Именно в 2012 году, когда было принято постановление еще в Верховной Раде Крыма, да, был вот этот вброс, о котором сказал Вячеслав Георгиевич. Как, на мой взгляд, цель была простая, да, опять-таки, вот, нивелировать эту тему, доказать, что там на месте был советский лагерин КВД, я сейчас немножко об этом скажу тоже. Если бы это не удалось, доказать, что охраняли кто угодно, там, русские, казаки, власовцы, инопланетяне, неважно, да, но только не 152-й батальон. Но не получилось, не получилось, потому что оппонентам нечем крыть, да, нет документов, все, что они говорят, это высосанное из пальца, извините, да. Мне приходилось работать очень много в немецких архивах, настоящих, да, немецких архивах, в архивах ФРГ, я, наверное, в общей сложности год там провел, если все вместе сложить. Очень много читал документов о Крыме в период оккупации, практически изучил все документы, связанные с комендатурами Крыма. Нигде не упоминается никакой лагерин КВД, абсолютно. А у немецких оккупантов была такая особенность, если они находили нечто подобное, вот как в Виннице, например, было во Львове, да, они обязательно из этого пропагандистское шоу устраивали. Но вот хочется спросить, неужели бы они упустили такой случай, да, устроить из этого антисоветский какой-то шабаш. Вы помните оккупационная газета «Голос Крыма» призывала сообщать, где были эти места. Призыв был. Нет и ничего. За 4 года, пока выходила эта газета, ничего подобного. И вот, собственно, вот из-за этого, да, вот эта тема еще вдобавок приобретает такой вот нехороший политический оттенок. Но мы вот должны заявить, да, как историки, которые занимаются этим, я думаю, коллеги меня поддержат, никакого лагеря НКВД там не было. Эту тему давно надо закрыть. Все, закрываем. Закрываем, да. Есть еще один аспект, говоря, поскольку мы затронули эту тему, вот я, как бы нельзя ее не продолжить, потому что, как бы, слава Богу, мы живем в многонациональном российском государстве сегодня. Мы не должны забывать, что при всех темных страницах народы России, Крыма, тогда Советского Союза вносили по мере возможностей, а часто и сверх этих возможностей, свой вклад. И я, так сказать, призываю не забывать, что на территории совхоза Красной погибла группа Абдулла Дагжи, целиком в полном составе, состоявшая из крымских татар. Мы должны и это вспомнить, эти имена тоже должны быть на стеллах, так сказать, этого манула. В каждом народе были и свои предатели, и свои герои. Но, возвращаясь к теме, затронутой коллегой, непосредственно при проектировании были ли учтены вопросы той же транспортной развязки? Я понимаю, да, вы, конечно, как местный житель, знаете, о том, какое количество маршруток туда ходит, да, но если, дай Бог, туда пойдет значительный поток желающих побывать в музее, посетить этот комплекс, да, учтены ли все эти нюансы? Я знаю, что специальная делегация ездила непосредственно на 35-ю батарею в Севастополь для того, чтобы, так сказать, перенять опыт, учесть ошибки при строительстве того объекта. Ну, я могу ответить, да, учтены, все учтено для того, чтобы экскурсии, а преимущество, мы предполагаем, что это будут автобусы, скорее всего, учтены парковочные места для автобусов, будет, по крайней мере, по плану развития поселка, там планировался большой перекресток на месте существующего кольца, ну, то есть, удобная развязка для транспорта, который будет подвозить людей, там обеспечена и сейчас, и будет обеспечена и в будущем еще более удобная, потому что даже на настоящих собраниях каждый понедельник, которые проходят, постоянно обсуждается тема расширения существующей дороги, потому как район активно развивается. Раз мы уже говорим об опыте, который переняли у 35-й батареи, вот у нас тут есть архитектор комплекса, Максим, скажите, пожалуйста, вы учли тоже, опять-таки, опыт коллег из Севастополя при строительстве такого масштабного, грандиозного комплекса? Безусловно, перед проектированием окончательным во время работы над эскизом, скажем так, была организована экскурсия специально в 35-ю батарею, чтобы познакомиться и с самим мемориалом, пообщаться с директором. Тут задача состоит в том, что все-таки этот концлагерь, он как бы идеологически он не такой, как 35-я батарея. В 35-й батарее там люди сопротивлялись, они могли сражаться, а в этом концлагере людей просто убивали, то есть они ничего не могли противопоставить. И поэтому все-таки специфика такова, что, наверное, 35-ю батарею не совсем корректно приводить в пример. Здесь ближе был бы, например, мемориальный комплекс в Хатыни в Белоруссии. Ну, еще ряд есть таких объектов, которые похожи, скажем так. Вот вам, как архитектору, такая задача выпала. Что вы для себя поставили во главу угла, когда узнали, что будете проектировать такой исторический значок? Для начала я углубился в изучение общей истории, то есть все материалы, которые были предоставлены и которые возможно было найти, те же материалы в музее села Мирного, сначала изучил их, скажем так. Максим, а мы знаем, что частично эта история коснулась и вас, да? Ну да, есть. Расскажите, пожалуйста, душесчипательную историю, я услышал, честно, мне аж не по себе стало. Ну, когда я закончил работу уже над эскизным проектом, начал спрашивать у родных про концлагерь, и мой отчим рассказал, что на территории, как бы в этом концлагере был его родной дядька, Бурый Вадим, он был ребенком, его сумели выкупить, и когда он уходил, он оставил игрушку одному из детей, и при вскрытии колодцев отрыли эту игрушку, вот, как бы был свидетелем, что свидетельствовал на процессе, что это его действительно вещь была, отрытая в колодце смерти. Что значит? Суть судьбоносной. Сажение, очень тяжелая тема, даже мы здесь собравшиеся взрослые люди, и то достаточно тяжело и сложно ее обсуждать. Вы знаете, она и должна быть такой, простите, Сергей, она и должна быть такой, каждый из нас должен понимать, что это нам не чужая тема. Мы 6 ноября проводили круглый стол, именно касающийся, вот все коллеги здесь присутствовали, касающиеся истории концлагеря. И я хочу сказать, что вот атмосфера, которая там была, она, вы знаете, ее ничем не передать. Мы все люди, которые заинтересованы в том, чтобы память жертв была увековечена, а правда, историческая правда, рассказана и донесена до наших детей. Мы так дозированно даем эту информацию, да, чтобы слезы с глаз успели немного сойти, да, говорим, допустим, о самом комплексе, о проектировании. И сейчас вот время поговорить о финансировании, вы сказали практически 100 миллионов, да, будет потрачено. Нет, вы не извините, пожалуйста. Я, конечно, понимаю, что вопросы финансирования, транспортной развязки, это очень важные вопросы. И вопросы архитектуры, безусловно, важны. Но все эти вопросы вторичны по сравнению, по отношению к тому, что там происходило. Они поймут что-нибудь о том, что происходило в Крыму в эпоху оккупации. Вы знаете, какой был режим здесь установлен? Вы знаете, что в 1939 году в Крыму проживало 1 миллион 200 тысяч. Сергей Ильич, а почему не преподают в таком случае? Почему не преподают? Преподают. Я никогда не скрывал от студентов эту правду. А я не виноват, что, допустим, вы не попали в число моих студентов. Я хочу вот о чем сказать. К сожалению. 1 миллион 200 тысяч человек проживало в Крыму в 1939 году. 286 тысяч депортировали из Крыма, да, немцев, крымских татар, армян, болгар, греков. В комиссии установлена гибель 100 тысяч человек. 90 тысяч в армии, 25-50 тысяч угнанно. 90 тысяч угнанно. Ну, там по-разному. Ну, не важно. Пусть даже 100 тысяч угнанно. 240 тысяч в октябре 1944 года. Где еще 200 тысяч человек? Вы понимаете, о каких цифрах мы говорим? Что вот население, сопоставимое с городом Симферополя, было уничтожено. Была страшная трагедия в Васильковской балке. Остался каждый шестой человек. Просто каждый шестой. Представьте себе, что у вас сидит шестер, вот пятерых из них нет. Сергей Иванович, вы зря так говорите. Я думаю, нет ни одной семьи, не только у нас на полуострове, но и в целом на большой России, которая бы не знала горя потери отца, деда, прадеда. У меня, допустим, из прадедов и прапрадедов ни один не вернулся домой. Поэтому вы зря так говорите. Что я зря говорю? О том, что нынешняя молодежь не может оценить все это. Я этого не говорю, что нынешняя молодежь не может этого оценить. Я говорю о том, что нынешняя молодежь должна знать о том, что было. Ну вот для этого и создается. А давайте спросим у молодежи, действительно, знают ли, вот вы пришли на передачу, вы что-то слышали, читали, в школе вам рассказывали, в интернете, может быть, кто-то что-то читал про концлагерь в совхозе Красный. Я вижу, молодой человек, вы хотите сказать. Знаете, учащаясь в высшем учебном заведении, да, нам тоже преподавали уроки истории, но эта тема широко не опубликовывалась никогда. Да, говорили, были, были такие процессы, проходили, в общем, доносили такую информацию, да, никто ее не прятал, никто ее не скрывал, люди, которые изучают историю, интересуются такими моментами, пожалуйста, они находили возможность, они проникались в этой темы и могли в полном масштабе оценить, да, те события, допустим, ну, соответственно, из восприятия каждого человека. Да, поэтому мы можем говорить о том, что эта информация никогда никого не укрывалась, и люди, которые сейчас проживают, студенты, которые сейчас учатся, тоже долю этой правды знают. Пускай и не всю, не в полном объеме, не каждого студента могут пустить в архивы, не каждому преподают исторический курс в полном объеме, который был бы необходим, но каждый из нас, минимум хотя бы тот, чтобы проникнуться той ситуацией, которая была здесь во время Великой Отечественной войны, может. Поэтому мы можем сказать, что молодежь сейчас тоже не отчуждена от этой темы. Вот видите, Сергей Николаевич, знает поколение молодое... А я вам на это отвечу очень просто. Все знают, что погибло 27 миллионов человек. И что? Какое личное отношение к этому? Вот смотрите, короткий пример, я просто обязан об этом сказать в эфире. В 1944 году было представлено 6 партизанских командиров к званию Героя Советского Союза. Никто не получил. Я считаю, что наши мученики леса должны хотя бы получить звание Героя в России. И должны наши студенты ходить снова по партизанским местам. Ходить на те места, где подпольщики наши, вот их ровесники заседали. Где Василий Бабиев, ровесник, будущий доктор наук, кстати, и профессор, взрывал и участвовал. И тоже ничего не... Ну, он получил там награды, но он тоже не так отмечен, как он должен быть отмечен. Вы должны знать, что это была борьба не на жизнь, а на смерть. И она шла каждый день. Четыре года почти. Крым и Ленинградская область, это всего лишь два региона в бывшем Советском Союзе, где все четыре года была война. И все четыре года была смерть. Ну и поэтому замечательно, что создаются такие комплексы, куда можно прийти современно. Причем мы знаем то, что комплекс будет современный, да, это будет какой-то необычный музей. Андрей Татьянович, может, вы расскажете, там будут какие-то интерактивы, нам говорили какие-то интерактивные... Кстати, я хочу отметить, вот довелось мне быть в День народного единства в Ливаде, и ночь в музей, как раз туда попал. И там интерактив, опять же, просто бесподобный. Я все, что забыл, к сожалению, не будучи вашим студентом, все, что забыл на уроках истории, я вспомнил просто за несколько часов. Вы говорите о выставке романов. Да, 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 ночь в музее, история романов, замечательная выставка. Да, ну разумеется, поскольку это особенный будет музей, музей, где подлинные экспонаты будут представлены минимально. Вот чем ситуация, например, этого музея отличается от музея 35-й батареи? Там есть великолепный исторический объект. Он работает, так сказать, посетив этот объект, то есть саму батарею, мы потом можем прийти в мемориальный комплекс и, как бы, так сказать, почтить память тех, кто там погиб. Здесь, в нашем случае, такой ситуации нет. У нас нет какого-то исторического объекта, который бы сохранил память, так сказать, внутри себя, условно говоря, о тех событиях. Поэтому все это придется создавать современными интерактивными средствами, в том числе и средствами телевидения. Но мы не пойдем тем путем, которым идет телевидение. К сожалению, вот и тот ролик, который мы увидели, он насыщен кадрами ни местного, ни крымского происхождения. То есть нельзя рассказывать, скажем, о концлагере «Красный», показывая при этом «Бухенвальд». Это называется одним словом фальсификация. Мы фальсификацию исключаем. Мы должны рассказать об этом так, чтобы это было, ну, чтобы это проникало в душу и оставалось в сознании. Мы постараемся это сделать. И все-таки хотелось бы вернуться, я понимаю, но без тех же финансов, без проектирования просто не было бы этого комплекса и не было памяти как таковой в данном случае. Конечно, это все дорогостоящее еще техническое. Да, вот говорят, что еще в украинскую бытность начали собирать средства. Да, собирали, сдавали. А вот что случилось с этим? Ну, фильм здесь фикс. Я, как помню, самостоятельно, тогда депутат открыл фонд благотворительный, активно в него приходили деньги. Фонд этот находился в известном всеми «Приватбанке». Теперь вы можете догадаться, где находятся эти деньги. Зря собирали, да, называют? Нет, не собирали-то не зря, но просто удивляет тот человек, который прекрасно знает, на что эти деньги собирались. То есть эти средства, они сейчас заблокированы? Да, и остались господина Колобойского. Надо считывать такой момент, что в Крыму был расстрелян целый народ, что 90% крымчаков было расстреляно. И вот народ сейчас просто умирает, потому что он уже не имеет сил для своего биологического восстановления. И это период оккупации в Крыму. И вот очень странно, когда мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда деньги, собранные по копейке представителями, ну, крымчанами, оседают в каком-то банке. Какая сумма была, Сон Борис, не помните? 200 тысяч гривен там было. 200 тысяч гривен, да. Смотрите, какая бы не была эта сумма, но это дань людей памяти. Конечно, конечно. Скажите, ну, а вот посещение этого музейного комплекса в перспективе, оно планируется бесплатно, или все-таки людям придется платить за то, чтобы увидеть эти экспонаты? Пока не обсуждается этот вопрос, но такого рода комплексы во всем мире существуют как бесплатные. А вот расскажите, Олег Валентинович, вы же были подобные комплексы за границей? Я должен сказать, расскажите, вы же были в мейерализированных консультациях. Давайте Андрей Витальевич договорит тогда ваш с вами. Ну, то есть, скорее всего, он будет бесплатным, но вот прозвучала уже точка зрения о том, что для того, чтобы обслуживать этот комплекс, на его базе нужно создать какой-то исследовательский центр, который должен там работать. Все-таки это окраина города, не нужно забывать. За этими объектами нужен, там будет глаз да глаз еще в течение какого-то длительного времени. И без какого-то центра, который бы состоял из нескольких человек, обслуживать, конечно, такой объект будет немыслим. Олег Валентинович, хотел бы добавить. Да, я вот хотел бы по поводу международного опыта устройства подобных учреждений рассказать. Мне довелось быть по научным вопросам в концлагере Дахау в мемориальном комплексе Гидангштетте. И там не только бесплатный вход, там более того, туда специально от железнодорожной станции ходит бесплатный автобус. Именно туда. Концлагерь Дахау, кстати, тоже создавался фактически, мемориальный комплекс с нуля, потому что его американцы разобрали, а потом в 50-е годы стали опять его восстанавливать именно для мемориальных целей. Там тоже ни бараков не осталось, ничего, какие-то здания только. Но тем не менее его как бы восстановили, и там теперь полноценное учреждение. Но помимо того, что это мемориальный комплекс, там действительно есть научно-исследовательский центр, который изучает проблемы истории концентрационных лагерей в Германии. И вообще, в принципе, фашизм, нацизм, национал-социализм. Я тоже был в этом комплексе. Там, конечно, понятно, какие деньги там выделяются, все компьютеризировано. Архив у этого комплекса есть. Да, там несколько человек всего работает. Я одного, во всяком случае, я там видел только. И этот человек при помощи своих сотрудников собирает архив лагеря Бухенвальд. Ну, конечно, в лагере Бухенвальд гораздо больше жертв было, и они выжили, да, многие. Переписку ведет активно этот центр с бывшими узниками Бухенвальда. Собирает, как бы, с их согласия, с согласия их родственников памятные вещи, воспоминания, главное, о лагере. Да, те, кто выжил на любом языке, там, вот я на французском видел, на немецком, пишут воспоминания. И все это откладывается, аккумулируется в архиве этого исследовательского центра. Нам бы в Крыму, как бы, сам Бог велел создать такой центр, потому что, ну, вот Вячеслав Георгиевич сказал, да, действительно, даже не за 10 лет, а за 23 года независимой Украины не было защищено ни одной кандидатской диссертации по теме Великой Отечественной войны. Это нонсенс просто какой-то, ну, я не знаю, кому тут обращаться, наверное, это проблемы. У нас, к сожалению, остается совсем немного времени. Да, я вот два слова. Дам буквально по несколько минут, а каждому договорить, да, и до вас в том числе дойдет очередь. Андрей Витальевич, начнем с вас, с вас подводя итоги, буквально 30 секундочек. Путь к созданию этого мемориала был очень долгим и сложным. И сейчас, сегодня этот путь еще не закончен, не пройден, но остается сложным. Я думаю, что это только начало настоящих исследований, то есть создания этого центра и этого мемориала, настоящих исследований, которые бы открыли все страницы этого лагеря, истории этого лагеря, истории тех, кто там был уничтожен, истории тех, кто боролся с фашизмом, с фашистскими захватчиками в партизанских отрядах в подполье. Я думаю, что в значительной степени этот мемориал будет формировать общественное сознание, взгляды на многие вещи, и он нужен, он нужен нашему обществу. Я думаю, что это будет большое дело, если мы откроем его в мае следующего года. Я так скажу, что все те, кто выдвигал идею, кто участвовал в ее осуществлении, кто способствовал подготовке документальной базы, разработке проекта, все основные жертвы, их имена должны золотыми буквами быть выбиты, и установлены отдельной табличкой где-то в одном из районов. Есть такое в проекте, и это очень хорошо. И это нас связывает, это наша ответственность перед теми нашими предками, которые ушли мученически, а многие там, собственно говоря, закончили свою героическую боевую жизнь в рядах сопротивления. Олег Валентинович. Да, мои коллеги сказали, с кучей моральной точки зрения, я скажу, как историк. Мемориальный комплекс и исследовательский центр, если получится, он должен, конечно, там быть, потому что Крым в годы Великой Отечественной войны имел очень богатую историю, разную, но богатую, и это надо изучать. И с одной стороны, да, и с другой стороны, задача вот нас, историков, в том числе, ограждать такие вот святые вещи, да, вот как память о концлагере Красный, от всякого рода грязных инсинуаций, у меня другого просто слова нет, да. И я думаю, наша передача будет, наверное, последней, где эти инсинуации упоминаются, этот вопрос надо закрыть. Человек Валентинович. Значит, мемориальный комплекс, несомненно, там будет. Я думаю, будет исследовательский центр, но вопросы работы дальнейшие колоссальные. В списке погибших у нас на сегодняшний день, словно Борисович, не ошибаюсь, 150 всего, хотя содержалось там намного больше. Поэтому я обращаюсь к молодому поколению, не только здесь присутствующим, а тех, кто нас смотрит. Включайтесь в работу. Работа найдется всем. Работа в архивах. К сожалению, уже почти никто не остался, наверное, в живых из тех, кто помнит те события. Но какие-то материалы мы можем найти. Прежде всего, да, в архивах. Я повторюсь, да, что всего лишь 150 фамилий, ну, порядка 150 известных погибших в этом концлаге. Хотя у нас для этого специально на здании музея есть целая стена памяти, на которой мы планировали набить, то есть там может поместиться порядка 15 тысяч имен. Цифры разные, там не менее 6 тысяч, как, ну, уже и более слышали. То есть было бы хорошо, если бы эта информация где-то нашлась, и мы бы могли пополнить этот список. Надеемся, что у телезрителей подключится. С вами, Борис, заключительное слово. Да, я повторюсь, я повторюсь то, о чем я говорила. Должна быть открыта правда. Люди должны знать правду. Она может быть горькой, она может быть тяжелой, но это как любая горькая пилюля и горькое лекарство. Надо лечиться и идти дальше. Понимаете, фашизм это самое страшное. Человека ненавистническая идея. И против этой идеи нужно восставать всем миром. И у нас, господа, остались неоглашенные результаты интерактива. Интерактива, да. Давайте посмотрим, что у нас получилось на экране. Так, у нас маленькие технические заминки. Я думаю, режиссер может подскажет, да? Да, к сожалению, господа, к сожалению, из-за технических заминок мы результаты огласить не можем, но каждый из телезрителей видит это непосредственно на своих экранах. И, судя по всему, первый пункт. Да, более трех тысяч первый вариант у нас. Он у нас солидирует. Затем 300 тысяч второй вариант. 300? Просто 300? Да, 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 300, да. И порядка 200 третий вариант. Да. Такими были итоги. И, в принципе... Господа, ну, подводя итоги, хочется сказать, что Крымская земля, она знала и видела немало войн, на ней немало крови. Наши предки не дрогнули перед лицом врага. И наша с вами задача сохранить память об этом. Передать ее будущим поколениям, чтобы слава наших дедов, прадедов продолжала жить в веках. Мира вам, добра. Это была токшоу Крым.ру. Увидимся уже в следующий четверг на Первом Крымском. АПЛОДИСМЕНТЫ